Здарова, это Шамшурин, следующее видео с ответом на вопросы, но это скорее вопрос, который мне не был адресован. Мои коллеги нашли мне его на антибабском форуме. Есть же такой, если вы не в курсе, есть такой АБФ, антибабский форум, где собираются нытики, которые как-то обижены женщинами, причем обижены не потому, что женщины такие коварные, потому что они сами по себе, мягко говоря, не соответствуют статусу нормальных мужчин, и они обмусоливают вот это все. Просто само по себе название антибабских форумов, оно какое-то такое, не знаю, как для третьеклассников, во-первых, а во-вторых, оно предполагает то, что, наверное, с женщинами у этих мужчин, в принципе, уже дальше ничего не получится, поэтому надо, наверное, переходить на мужчин. Вот так вот. Так вот, но это вообще прикол. То есть то, что я там читаю с этого форума, у меня уши заворачиваются в трубочку, и глаза начинают слезиться. Итак, да, и, кстати, прежде чем я буду читать это, хотя, может быть, кто-то себя здесь и узнает, с 26 по 29, практика в Москве, ссылка здесь под видео, остается только тебе впрыгнуть, и мы с тобой увидимся там лично. Кратко о себе. Вдруг кто не знает. Вдруг кто не знает. 29 лет, разведен, детей нет. Тему обдумывал давно. Собственно, живет в моем доме одна девушка, ей недавно 19 стукнуло. На первый взгляд девочка милая, воспитанная, из неплохой семьи. А, из неполной семьи, простите. Живет с мамой, общались как с соседей, виделись в подъезде, привет пока, ничего более. Потом как-то смотрю, они с мамой тянут мешки тяжелые из авто. Помог им, разговаривались, познакомились, узнал о крайней мере, по крайней мере, как зовут ее и маму. По крайней мере, узнал. Бля, вот это ты герой, а. Как тебе это удалось просто, мне интересно. Не знаю, почему родители зашлись, но с отцом она общается, но приезжает к ним, она к нему ездит. По крайней мере, в инстаграме фоточки об этом постит. С дочкой более близко, если так можно сказать, близко, он в кавычках написал, хоть где-то. Познакомились, когда сидел у подъезда, ждал жену. Ее до дома провожал какой-то парень, а потом целоваться к ней лез. Она отказывалась, он настаивал. Я на парня прикрикнул, типа, отстань от племяшки моей. Первое, что в голову пришло. Слушай, я могу это понять, если там действительно был прям какой-то чуть ли не акт изнасилования. Но таких д'Артаньянов я просто лично ненавижу, их терпеть не могу. Это люди, которые пытаются таким образом как бы показать, что вот они такие классные, крутые, что на них нужно обратить внимание. Они лезут в какие-то знакомства, в какие-то коммуникации и мешают. Ну и как бы, если бы этот парень молодой, которого ты прогнал, дал бы тебе пизды, я был бы счастлив, наверное, все-таки за него в первую очередь. Вот. Короче, он ушел. На 25 раз сказал спасибо. Ну и посидели минут 10 на скамейке. О, копал ездом. На отвлеченные темы поговорили. Потом жена пришла, и мы пошли каждый в свою квартиру. Так вот вопрос. Задумался я сейчас. Часто с ней видимся. Когда на работу выхожу, примерно в это же время она выходит на учебу. Привет, пока. Улыбается. Очень нравилась ей моя собака. Правда, собаки уже нет с БЖА. БЖ – это бывшая жена теперь. Вот думаю, может быть, аккуратно ее на кофе пригласить. Аккуратно. Слушай, ну, ты должен быть действительно аккуратен. Максимально аккуратен. Потому что мало ли что случится. Аккуратно – это вообще, как сказать, это самый простой вариант. Я бы рекомендовал использовать сложнейшую технику, которая еще изобретена, там, не знаю, индейцами майя. Сложнейшая очень техника. Это когда ты просто подходишь, говоришь, слушай, а пойдем попьем кофе. Ты классная. Ты сегодня суперски выглядишь. Я бы с удовольствием сегодня вечер провел с тобой. Эта техника, конечно, не такая охрененная, как техника, которая называется аккуратно. Но я думаю, что есть смысл попробовать ее, понимаешь? Вдруг получится. Ну, смотрите, когда я сказал сложнейшую, наверняка вы подумали, что я сейчас стебусь, да? Хотя прикол-то в чем? Это не стеб. Прикол в том, что до сих пор для многих из вас просто пригласить девушку, которая вам нравится на кофе или на чай – это является чем-то невероятным. И вам приходится выискивать какие-то удобные способы, удобные моменты, какие-то там ситуации подгадывать, таскать мешки, не знаю, там, наезжать на каких-то парней, понимаешь? Для вас это действительно сложно. Если кому-то это надоело, кто-то хочет сделать это нормальной практикой в своей жизни, ссылка на тренинг-практику здесь внизу. Жду вас. С удовольствием вам помогу. У нас кофейня прямо в 30 метрах от дома. Неплохая есть. Ну, или как-то вывести аккуратно в какую-нибудь встречу. Помню, как-то ездили от работы на мероприятие в школу водительского мастерства, и как раз, когда на лавочке сидели, с ней упомянул. Она круто, я бы с удовольствием сама туда съездила, люблю водить. Вопрос даже не конкретно в ней, а в целом, насколько это вообще разумно сейчас найти какую-нибудь тихую и спокойную девушку лет 18-20, с которой потом в перспективе построить отношения. Неразумно, конечно. Зачем? Не надо искать девушку, найди себе мужика. Понятное дело, что к этому возрасту уже характер есть. Но 14-летние для меня по понятным причинам не вариант. Характер есть у всех, понимаешь? Это вот представьте, какие особи мужского пола сидят на этих форумах, какие говноеды, колоеды просто, не мужчины, не знаю, просто безъичные существа, которые даже женщину себе ищут какую-то вот, чтобы у нее характера не было, понимаешь? Она должна быть просто с шкафом, шифонером или, не знаю, бревном вот таким вот, просто чтобы, не дай бог, только тебе не столкнуться с ней в каких-то недопониманиях или в конфликтах, понимаешь? Потому что ты настолько безъичен, что ты же не сможешь вывести, понимаешь, в этом конфликте. Поэтому лучший вариант найти себе резиновая. А, есть же, кстати, хороший вариант. Зинаида, она же известная по фамилии Резиновая. Я думаю, что этот человек будет просто идеальный вариант для тебя. Ни характера, ни голоса, ничего. Да, наверное, сейчас скажешь, что только вчера официально развелся, сегодня уже о новой думаешь, какой же ты подлец, действительно. Первое, это же не быстрый процесс. Сейчас я не шлюху ищу, который на первой встрече готова отдаться сразу же. Я тебе так скажу, ты мечтаешь об этом, чтобы хоть кто-то тебе отдался сразу на первой встрече. Не надо обманывать ни себя, ни людей. Какой ты просто вот здесь, тебя случайно не папа зовут, тебя не в стеклянном автомобиле таком по городу возят. Я же хочу плавных отношений. Попили кофе несколько раз, потом покатались на борде, лыжах, как раз зима близко. Сходили в театр, к примеру, и так далее. Там же первый раз за ручку взялись. Да, господи ты, боже мой, пупс ты какой, а. Да, наверное, это романтично и в быту все иначе. Но именно так хочется, плавно и спокойно. Ты просто не умеешь больше никак. Ты просто не умеешь. Ты просто сам себе врешь. Ты настолько двуличен, что сам себя обманываешь. И мы прекрасно знаем, что тебе там хочется. Тебе хочется извращений, тебе хочется там какого-то секса безудержного. А вот эти все сопли оставь, пожалуйста, для своей какой-нибудь там, не знаю, для своей кошки хотя бы. Наличие такого человека плавно отвлечет о мыслях о бывшей жене. Хоть я считаю, что бывшая жена сука последняя. Конечно, это же любимая тема вот таких вот нытиков с этих форумов, когда они обвиняют во всем своих бывших, потому что вот мы-то святы идеальны. Конечно, мысли все же есть. А тут сидишь, кофе пьешь, общаешься на посторонние темы, жизнь прекрасна. Ну да, может быть, я и не прав, но мне кажется, когда у тебя разница плюс-минус 10 лет, девушка в столь юном возрасте, не надо про современное нраво, можно ее строить под себя. Да, строить под себя, иди дом построй под себя, если у тебя ручонки на это способны. Строить под себя, он собрал соотношения, сука, это не рабство, понимаешь, понятно, что ты мужик, ты должен там доминировать. Понятно, что там в любом случае будут какие-то конфликты, спорные моменты и ссоры. Ну, строить под себя вот это вот, понимаешь, это сама по себе фраза какая-то ублюдская. Я тебе говорю, резиновая женщина, это то, что тебе не придется строить под себя. Ничего особенного я не хочу, чтобы любила и ценила. Собственно, я готов ей только это давать. Была как девушка, пригодная для семьи. Это дети, мои ровесницы, уже вовсю думают о детях. А, мои ровесницы уже вовсю думают о детях. Я же не хочу сейчас детей. Как минимум год прожить с девушкой без этого. Но не думать о детях, да? Самое главное, чтобы ты не забыл, что нужно прожить максимально аккуратно. А 20-летним примерно до детей еще не так сильно быстро. Запас-то имеется. Ты прям этот, Геродот или кто там, Архимед. Ну, короче, великий математик какой-нибудь. В отношении нырять не хочу, чтобы прям домой девушку привезти срочно. Конечно, потому что ты инфантильный. Сейчас я постараюсь не материться. То есть, есть маленький дисбаланс, мой дорогой. Значит, секса ты вроде тоже не хочешь, потому что ты же такая романтичная пчелка у нас. Как-то вот тебе хочется кофейку попить и так далее. И там воспитать под себя и все прочее. А тут ты уже пишешь, что и в отношении ты не хочешь. А что ты хочешь тогда, мне интересно? Но общаться-то хочется и на перспективу смотреть. То есть, ты сам себе противоречишь. Услышь меня. Как бы вроде бы тебе и секса не хочется, и в отношении не хочется. Но самое главное, нужно быть аккуратным, понимаешь? Поэтому не надо самому себе рассказывать вот эти сказки. В общем-то, друзья, или поддержите, или разнесите мою теорию. Жень-то продолжается. То есть, у тебя даже нет собственного какого-то видения этой ситуации. А если друзья твои, друзья такие же, блин, нытики, которые собрались на этом форуме, завтра скажут тебе, что там, не надо, не надо, ни в коем случае, ты их послушаешь. Или они скажут, женись на этой женщине, ты их послушаешь. Вот такие интересные вопросы. Хотя это вопрос, не адресованный мне, но это вопрос антибабского форума. Представляете, ребят, есть такие скопища неудачников, которые собираются в одни форумы, обсуждают там вот это. И вот так вот у них с женщинами. И самое главное, мораль этого видео, все нужно делать аккуратно. Понимаете? Потому что, мало ли, лет 10 повстречаетесь, там, за ручку через год, в 11-й год походите. Потом еще что-то. Самое главное, не торопитесь, ребят. Жизнь-то она у нас долгая. Как бы времени предостаточно, понимаете? А вам напоминаю, что мне можно писать нормальные вопросы. Это был просто как на контрасте. Такой вопрос. Остальные я там просто плевался и ругался матом так, что, в общем, мы решили их не снимать. Будет еще пару вопросов дальше с антибабских каких-то форумов. А вы пишите нормальные, хорошие вопросы мне в личку. Либо в инстаграм, либо здесь, под этим видео. И я на них с удовольствием отвечу. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok